Доброе утро, друзья! Я около гостиного двора. Увидел такую скульптуру интересную на втором этаже гостиного двора. Я думаю, к чему она посвящена. Это всадники апокалипсиса. Вот. Ну, в общем, мы сегодня находимся, друзья, в центре на Невском проспекте. И пройдемся пешочком мимо Мойки и других различных объектов в городе Санкт-Петербурге. Невский проспект утром. Суббота. Казанский собор, который вы уже знаете. Анюшиная улица. И снова по Невскому проспекту. Друзья, это лютеранская церковь. Была когда-то давно лютеранской церкви. Потом перестроилась. Там был вроде как плавательный бассейн. Что только в нем не делали. Но в итоге сейчас отвернули ее снова церкви. Это здание. Это недалеко от Невского проспекта. Вот такая вот церковь лютеранская. А вот эти фигуры, которые внизу, это фигуры двух апостолов. Петра и Павла. Они по боку от входа расположены. Итак, дошли мы до Мойки для этих вот прекрасных фонарей, которые мне тогда понравились. Вообще, кстати, мне написали подписчики на Дзене. Не помню кто. Что по фонарям тоже есть люди, которые любят различные старинные фонари. И вот мы сейчас вдоль Мойки пойдем. Это здание 44. А Мила, сегодня я увидел запись на Дзене, что она говорит, хорошо бы, если бы прошли мимо Мойки 12. Там квартира музея Пушкина. Но в данный момент она сейчас закрыта и недоступна для посещения. Поэтому я просто сниму это здание, где это находится. Ну а пока вот вам Мойка. Мойка в своем великолепии. Лед, конечно, стоит. Температура пока еще бывает плюсовая. Но такая слабенькая. 1-2 градуса тепла. Друзья мои. Ну все, пойдемте дальше. Найдем Мойка 12 дом. Смотрите, какие интересные ворота. Мойка 38. Прям вот здесь вот так. А тут чайки гуляют по льду. Сегодня прохладненько. А ей хорошо. Друзья, вот здесь есть такой выход на фонтанке. Вниз к реке. Я вам сейчас покажу. Вот тут река совсем близко. Видите? Ступеньки. И говорит мне сегодня человек один сказал, что когда лето начинается, то здесь на саббортах, ну просто тьма, сколько людей катаются. По этой фонтанке летом. Прям засилье. Итак, мы идем по Мойке. И вот здесь есть такой мост. Его называли... Он сейчас певческий называется. А его называли и зеленым, и полицейским этот мост. И интересно также, что это самый первый в Санкт-Петербурге чугунный мост, который был построен. Мы сейчас поближе подойдем. Я вам покажу. И, кстати, на нем положили первые асфальтовые кубики. Ну вот мы уже на этом мосту, в Певческом. Его, кстати, еще и желтым называли этот мост. Видите, такой изгиб. И смотрите, где находится та сторона моста. Вон аж где. Представляете, какой он широкий. Этот мост. А вот здесь место, где снимали фильмы. Поливальное такси. Так сказать, попадает под поливальное такси. Так, ну вот инкрустация самого моста. Решетки его. Сейчас мост называется Певческий. Вот как я люблю вот такие фонари. Старинные фонари. Это все в районе Певческого моста. И вот такой вот он широкий мост. Вот ограда. И вот ограда. Какой все-таки короткий. Через мойку мост. И такой широкий. Друзья мои, какой же он широкий. Вот его вторая половина. Мойка потихонечку здесь повернула. Видите, там дорога шла прямо. А здесь она немножко пошла на поворот. И стала изгибаться эта улица. Фонари меня прям восторг вызывают. Старые фонари. И вот здесь вот новые как бы. Но традиция содержится. Вот эта барная с кружечком, кофейня может. Но вот эти фонари, друзья мои, ну просто прелесть. Вот эти старинные фонари, они повсюду. Даже здесь. Вот я дошел уже до 16-го дома по набережной реки Мойки. Пойдемте дальше. Здесь вот, кстати, дворы такие. Опять же, проходные дворы. Пройдем по ним. Дворы-колодцы, как их называют еще. Но здесь, видите, здесь не так узко. Просто проход сквозь дом. Вот. Понятно. Здесь вот дом, в этом доме жил декабрист Иван Иванович Пущин. Вот собрали в доме проходили. В этом доме. Пойдемте дальше. Это вот, кстати, набережная реки Мойки, дом 12. Как раз здесь и находилась квартира. Музей, ну, музей квартира сейчас в данном случае. Александра Сергеевича Пушкина. Вот вход в музей. Следующую дверь написано. Вот такая табличка памятная. Вот. Чтобы показать весь масштаб дома, специально на широкоугольную камеру снимаю. Где мой? Вот это вот квартира-музей. Александра Сергеевича Пушкина. Вход в следующую дверь. Это вот эта дверь следующая. С фонарями. А любопытно, что через реку Мойка, вот здесь напротив, это здание японского посольства, скорее всего. Вот это следующий вход, друзья мои. Набережная реки Мойки, 12. Пройдем. Ну, вот такая вот здесь площадь. А здесь литературная экспозиция Пушкина и его творчества. Кассы указаны. Давайте зайдем в этот сквер. Господи, везде фонари, везде вот эти фонари. Всякие различные. И вот памятник Александру Сергеевичу Пушкину и вот эти пушкинские скамейки. Я был как-то в Пушкинских горах. Там сидел на скамейке на одной из сопок, я помню. Но там специальная скамейка, на которой сидел Пушкин и творил, как говорится, сочинения, писал свои стихи. Вот. Памятник поставлен в 1950 году. Вот он, Александр Сергеевич. Вот такой вот дворик. На широкоугольной камере он выглядит вот так, друзья мои. Мойка-12. Большой конюшенный мост. И опять же объекты, фонарики на мосту, такие живописные. Сейчас покажу вам. Золоченые. Холодно сегодня. Ребята греются. Кофо. Здесь мойка вся во льду. Вот там немножко пробел есть, но в любом случае здесь все во льду. Он, конечно, талый, возможно, но не прочный. Но... Лед. Смотрите, друзья мои. Фонарь. Близи. Ну, я вам тут же хочу показать, что здесь идет какой-то ремонт. Что-то сверлят. Дамбы, сваи. Эх, металлодетектором бы сейчас прорыться там. Много покидали в эту мойку денег. Да, тут сваи делают бетонные. Видать, какое-то берегоукрепление будет. Пристань. Возможно. Итак, переходим по Конюшиному мосту. Заворачиваем сюда. Тут тоже есть выход к реке, где можно опуститься и сесть на сабборд спокойно и плыть по мойке. Вот. Ну, а тут идет такая вот работа. Ну, я думаю, что это, скорее всего, пристань какую-то хотят сделать, рассваивать, ставят. Итак, продолжаем свой путь вдоль реки Мойки. Здесь очень много различных посольств. Вот мы еще одно прошли. Вот тут Руставели. Грузинский ресторан. А вот здесь было еще какое-то посольство. Даже два, возможно. Я такие... Не запомнил, не помню я, что обозначают эти знамена. Какие страны. Вот. Ну, идем дальше. Ну, по поводу посольства, это, конечно, мои догадки. Я могу быть не сведущий в этом отношении. Вот мне тут написали комментарий, когда я был на... На Лавре, когда был в Некрополе, да? Там искал могилу Фанвизина. Но дело в том, что я прям рядом с ней стоял и читал текст «Статский советник». Но фамилию я там не увидел. Возможно, стер. Может, еще что-то. Не помню. Да, конечно, я могу не знать, где находятся эти могилы. Что ж поделать. А самое интересное, что вот эта вот плакетка, бумажка, которая дается там, она практически очень плохо обозначает. Но хоть бы около могил сделали какие-то бирочки цифр, которые они дублируют на бумажке, которые выдают. То есть, я еще раз повторю, Некрополь заброшен. Туда деньги совершенно не вкладываются. Ничего не делается, не чистится. А билеты продаются. То есть, ну... Поэтому и даже номерков нет, чтобы было легко найти могилу того или иного известного человека. Так, мост. Итак, этот мост трехколенный, еще называют. Здесь, как бы, довольно известное сооружение, сложное само по себе. Вот, через фонтанку. Сейчас я вам покажу, ребята, все это сооружение. Вот они, камни какие. Трехколенный мост. И отсюда очень хороший обзор. Вот она, серия мостов. Видите, как получается. Такой ложный есть один мост, а есть один не ложный. Это канал Грибоедова. Вот это канал Грибоедова, и он, как бы, через него. Вот этот мост. На том, в котором мы сейчас стоим, это часть через фонтанку. А это ложный мост, как бы. Поэтому в народе его назвали трехколенным. Он здесь, здесь, и третья часть, это та, к которой мы сейчас зашли, друзья. Вот. Во все очень красивый мост. Как раз около храма Спаса на Крови. Очень красивый вид отсюда. И на фонтанку. И на собор. Который мы однажды снимали. Сегодня пасмурный опять день. Даже в пасмурный день он выглядит величественно. Друзья, вы. Настолько ошалел от красоты, что прошу извинения за фонтанку. Просто ассоциации как-то возникли. За мойку. Это мост через мойку трехколенной. Уж простите меня. Холодно еще добавлю ко всему. Вот три колена, значит. Канал Грибоедова. Мойка. Вот. Пойдемте. Что-то я заговорился уже. Вот какие, какая инкрустация идет. Вот здесь сейчас снова введение там. Замочки всякие разные. И вот эти вот прекрасные божественные фонари. Такой-то замечательный фонарь. Ну что ж, пойдемте. Так, приближаемся к храму Спаса на Крови. Ну, мы здесь уже были. Я повторно снимать его не буду. Просто пройдем по каналу Грибоедова. Вот часовня-музей. Как раз мы мимо проходим часовню-музей. Музей-памятник. 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...